Мамасей Мамасама Макусо, брат. Прямо сейчас мы отправимся на дикий-дикий запад, так что седлай своего коня. Итак, лучшая игра этого года, побившая тысячи тысячи рекордов, Red Dead Redemption 2. И прямо сейчас мы с тобой займемся инглишем, основываясь на ключевых фразах главных героев по версии Rockstar. Йоу, кажется, я видел это лицо, хотя да, это же Джон Марстин, главный герой Red Dead Redemption 1. И его ключевая фраза, которая звучит следующим образом. Кажется, все, что у меня теперь осталось, это сомнения. Сомнения и шрамы. Мэн, наверняка Джон подцепил очень много ковбоев на этот панчлайн, но английский. Нас тут интересует фраза that's about it или that's about all. Второй персонаж, Абигейл Мартин. Сирота, приклеившийся к банде Ван дер Линде в очень молодом возрасте, блудница и мать детей Джона. И вот ее ключевая фраза. Если они только посмеют поцарапать его, клянусь, я спущу на них всех псов ада. Дэм, вот это горячая штуковина, но конструкция so much as. Эта конструкция довольно-таки трики штуковина. Смотри, два исхода. В данном случае so much as используется в значении even. То есть это предложение можно было бы переделать вот так. If the even puts one bruise on him, трали-вали, трали-вали. Но второй вариант, это когда ты можешь использовать эту конструкцию в значении отрицательном. Например. Я не то чтобы обращал внимание на то, что ты говоришь, Сэм, скорее я читала комментарии. То есть в данном случае so much as это то же самое, как but rather. Еще один пример. Это не рано, а скорее поздно. Идем дальше. Билл Уильямсон. Бывший вояка-придорожный разбойник. Однажды Билл хотел ограбить Ван Дерлинды, главу банды. А тот от души посмеялся и пригласил Билла в свои ряды. Его ключевая фраза. Don't try anything stupid and we won't do anything unkind. Без выходок, а мы будем ласковы. Это нормальный перевод, но в этом предложении замаскирована игра слов. И нужно, чтобы понять, перевести его так. Не делай ничего глупого, а мы не сделаем ничего злого. Кстати, shout out студии Пифагор. Я все еще на вас обижен за то, что вы не позвали меня озвучивать джанго. Don't do anything stupid. Это очень, 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 очень популярная фраза. И она переводится как без выходок или без шуток. Ситуация. Ты грабишь Сбербанк, видишь, что охранник тянется к кнопке аварийного вызова, приставляешь к его башке ствол и говоришь don't do anything stupid. Кстати, пазл English не поощряет ограбление сберегательного банка России. И последний герой Тилли Джексон. Девочка в 12 лет сбегает из дому, прибегает к какой-то банде, через время убивает главаря этой банды, и в итоге находит приют в ласковых мягких руках Ван Дер Линде. И ее ключевая фраза. Most of us grew up hungry and scared and alone one way or another. Если подумать, большинство из нас выросли голодными, напугенными и одинокими. One way or another, I'm gonna get you. I'm gonna get you, get you, get you, get you. Йоу, ставь лайк, если ты вырос голодным 90-е, а прямо сейчас жируешь в Макдоналдсе 2010-х. One way or another – это фраза, которая переводится как так или иначе. Например, ты можешь сказать One way or another, I'll subscribe to this channel. Так или иначе, я подпишусь на этот канал, и ты можешь делать это прямо сейчас. И лично мне эта фраза напоминает другую конструкцию sooner or later. Хотя в смысле напоминает. Иногда я удивляюсь, каким образом я берусь объяснять тебе английский, если я из мытищей, и все мои связи в голове сильно перепутались. Но тем не менее, sooner or later переводится как рано или поздно. Ты можешь сказать, к примеру, Sooner or later I'll get a hold on this English language. Рано или поздно я покорю этот английский язык. Йоу, это был Red Dead Redemption 2. Напиши в комментариях, кто твой главный герой, и за сколько ты прошел эту игру. И давай небольшой пари. Если этот ролик наберет 666 лайков, то я выпущу вторую часть Red Dead Redemption с фразой Томаса Моргана. А пока подписывайся на канал, и не забывай кататься на черном мустанге. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok